В вопросах незаконного строительства в ближайшие годы можно будет поставить точку. У администрации города появилась законная возможность пресекать самовольное строительство еще на начальном этапе. Такое решение сегодня приняли депутаты городского собрания Сочи. За каждым сотрудником муниципального земельного контроля закрепляется территория, которую он будет обходить, смотреть. Если там появляется какой-то котлован, если там появился забор, то надо провести мониторинг, посмотреть и передать эти документы, акты обследования, передать в соответствующие органы. В стройнодзор, прокуратуру, участковую и так далее. Если раньше проводился мониторинг территорий на общественных началах, теперь, после сегодняшнего голосования народных избранников, его будут проводить на вполне законных основаниях. И сегодня же депутаты внесли изменения в кадастровую карту города. Изменили назначение земель под строительство новых школ, детских садов, парков. В данном случае в поселке Красная Поляна и в Догомысе. Одна школа, как была обозначена, это по улице Очерцковского, это микрорайон, где были дома волонтеров. Этот микрорайон заселяется, и в следующем уже году строительство школы там должно начаться. Второй вопрос, растет у нас численность населения, и вы видите, идет жилищное строительство, это в Догомысе. Поэтому и здесь было принято решение перевести в зону ОД, для того, чтобы там была школа, детский сад, парк, дорога, подъезд которой, и благоустройство. Также внесены изменения в правила землепользования и застройки. Другими словами, они упорядочены, поскольку один земельный участок мог значиться в двух зонах. Речь идет о социально значимых территориях, участках для многодетных семей и под строительство домов для переселенцев. Введены охранные зоны памятников архитектуры, уточняется их реестр, определяются и устанавливаются границы охранных зон и водных объектов. Кроме того, сегодня председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов обратился с просьбой к сочинцам проверить на сайте Крового БТИ стоимость своего недвижимого имущества. Она изменилась после переоценки, которая проводилась в Краснодарском крае, и теперь налог на имущество по итогам 2018 года будет начисляться не по инвентаризационной, а по кадастровой стоимости объекта. И сейчас необходимо свериться с данными БТИ. Для того, чтобы убедиться, что там все это правильно произошло, оценка этой. А по нашим данным, что уже некоторые обращения есть к нам, что идет очень большое завышение стоимости объекта. Поэтому можно сейчас еще до 10 июля текущего года заявить на сайте Крового БТИ о том, что да, что-то у меня не в порядке с стоимостью моего объекта и просьба пересмотреть эту стоимость. Если до 10 июля не убедиться в правильности кадастровой стоимости объекта, потом придется в случае обнаружения ошибки решать этот вопрос через суд или специальные комиссии. Елена Овсецына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.